Отравился в Уфимском аквапарке. Это утверждает один из жителей города. Как нам удалось выяснить, за прошедшие выходные с признаками аллергической реакции в больнице были доставлены 4 человека. Работа аквапарка приостановлена на несколько часов, однако сейчас водно-аттракционы работают в штатном режиме. Подробнее в нашем следующем материале. Веселый смех, плескание детей в воде и заводная музыка. В эти выходные десятки уфимцев проводили свой досуг в аквапарке. Однако на этот раз отдых для семьи Мергоязовых закончился совсем не радостно. После часа пребывания на водных аттракционах Максим почувствовал резкий запах хлора. Впоследствии, говорит, помутнело в глазах, начало тошнить и поднялась высокая температура. Мужчина рассказывает, что тут же вывел жену с ребенком из бассейна и обратился к врачу. Меня и рвало, и ущущенный был пульс. Затем, наконец-то меня сотрудники там нашли, аквапарк припроводили в медкабинет. Давление было по 150, пульс 120. Я уже задыхался, у меня спас в легкие был. Это признаки отравления каким-то газом. Мы поговорили о состоянии здоровья с лечащим врачом пострадавшего. Пока она затрудняется делать выводы о диагнозе пациента, больше склоняясь к тому, что у него ОРВИ, а не отравление. Неприятный привкус вату и потливость, недомогание. Так как вот можно на любое забивание такое, на ОРВИ в частности. Ну, получается, отравление-то вообще никак не похоже, как врач? Сейчас нет. А может, какую-то вероятность процентную, что это будет отравление, выгодно? Думаю, что здесь не будет отравления. Однако сотрудники скорой помощи подтверждают, что из аквапарка в больнице города было доставлено 4 человека. Троих отпустили сразу после осмотра, а Максим находится в токсикологическом отделении до сих пор. Администрация аквапарка также подтверждает факты о превышении норм хлора в одном из бассейнов. Мы, для того, чтобы избежать аллергических реакций, для профилактики, попросили всех пустителей покинуть аквазону. Затем, в ходе проверки, было выявлено, что в одном из бассейнов доза реагентов, обеззараживающих, она немного превышена. Но, тем не менее, данная дозировка, она не наносит какой-либо вред организму человека. Сейчас аквапарк работает в обычном режиме. Сотрудники утверждают, что за пару часов устранили все недочеты. Однако, Максим уже оповестил о происшествии практически все средства массовой информации города и планирует предъявить аквапарку свои претензии.